Дачников тоже к оплате. Сегодня появилась информация, что Аэросити 2000 планирует обслуживать и дачные поселки. То есть владельцы участков будут обязаны платить за вывоз мусора. Финансовые перспективы для рекоператора огромные, как и кучи мусора, которые возвышаются во дворах. В городах Хакасии претензии к Аэросити сыпятся бесконечно, но еще хуже ситуация обстоит в небольших селах. В некоторых из них мусоровоза вообще не видели, зато счета приходят регулярно. О проблеме репортаж Ольги Стельмах. О круговороте мусора в городе дворник Андрей Семченко знает многое. Ветер, уборку территории можно продолжать бесконечно и чистоты все равно не будет. Работы подкидывает площадка ТБО, которая по сути должна помогать сохранять порядок. Надо подметать асфальт дома. А как подметать его? Бесполезно. Вот сейчас бумажки подобрал, вот здесь вот везде. А сейчас вот опять налетит. Все с мусорки летит. Мусорные баки в этом Черногорском дворе подобны действующим вулканам. Извергаются, не прекращая. Протухшие продукты манят сюда бродячих псов и крыс, а целлофан и прочий хлам разносятся на сотни метров вокруг. Вывозить их вовремя обязана компания Аэросити-2000, за что и берет с населения плату, но появляются мусоровозы здесь крайне редко. Меня, конечно, это тоже все возмущает, потому что здесь у нас рядом находятся два детских садика. Здесь у нас и дети ходят в школу по утрам. Здесь бывают часто сборы собак, потому что мусор, вот так вот он весь находится. Вот это вот уже такая вот мусорная проблема, две недели уже здесь. Собака так же здесь стоит, ребенок прошел, она цапанула. Сколько уже у нас было случаев? Алексей Леонтьев живет в частном секторе и уверяет, нашел единственный работающий способ, как вывести отходы. Прокуратуру жалобу написали. Сразу приехали, через 10 минут забрали мусор. И это продолжается на протяжении двух лет систематически. Чтобы проблема решилась, тут надо, чтобы наше правительство приняло меры и отказаться работать с этой компанией, с Хакасией и гнать ее. Сегодня Алексей лично пытается расторгнуть договор с Аэросити. Документ на рассмотрении. А это первое знакомство жителей села Имик с региональным оператором. 738 рублей 76 копеек за мусор. А проживаю я одна в этом доме. Аэросити 2000 зашла в село летом и уже внесла сумбур. Ошибочная цифра в квитанции и к одинокой Лидии Казаковой на бумаге подселили еще троих мусороплательщиков. Исправлять путаницу в компании не торопятся. Сумма долго увеличивается. К слову, как раз в Имике почти образцовая площадка ТБО. Баки не ломятся от мусора. То ли местные жители не привыкли к такому благу, то ли это благо установили так далеко, что добраться до него еще нужно постараться. Аэросити у нас привезли баки и поставили их за село. И то есть мы, как пожилые люди, мы должны теперь с этим мусором бежать за село, там его высыпать, а потом домой ворачиваться. Это хорошо, кто еще на ногах, а кто у нас не ходят. Человек по деревне, они не собирают. Но вот мы что можем, то в печах сжигаем. Что мы не можем, я, допустим, не могу сама. У меня хорошие соседи, они мне помогают. Сотни жалоб, зафиксированное нарушение и бесконечная мусорная боль жителей всей Хакасии, похоже, не пугает регионального оператора. Последний максимальный штраф за серьезные недочеты всего 10 тысяч рублей. Людям остается взывать к совести руководства компании или к решительности республиканских властей. Ольга Сильмах, Сергей Казмин, Дмитрий Симонов, Вести Хакасия.